Здравствуйте, жители, гости Курлова Садака. Ну вот мы сегодня продолжаем наши небольшие репортажи на месте, не выходя как бы в город, потому что времени нет у Смолова, Саши, и у меня на солнце нельзя. Вот вопрос какой коснулся. Вот опять коснулся вопрос к гардеронии дорог. Вы знаете, вот я еще в феврале месяце, когда мы проводили собрание, было по ТОСову в Веселом, да, мы сопроводили. Я тогда, учитывая, что они там выбрали как бы старших улиц, в Вескомы какие-то, я им говорил, как выступал, товарищ старшая улиц, ну помогите, пожалуйста, гардер купили в конце года, пришел на вещи, гардер 5 миллионов заплатил город, а рекламу дало прям на весь, на всю Россию, дали без зарубежья, что мы вот с Нового года начнем гардеровать на сельские улицы. Да, потом оказалось, что не заложили в бюджет денег, на ее обслуживание, ну и пока оформили документы, прошло еще три месяца. Я говорю, пожалуй, время есть, но возьмите себе информацию, составьте очередное гардерирование дорог в Веселом и по всем нашим национальным пунктам округа, понимаете, чтобы сформировать общий график. Знаете, все прослушали. Там не было представителей администрации, им это было неинтересно, наши ребята даже не смотрят, потому что считают, что мы глупо, а не умные. Вот что у нас сегодня кончилось? У нас сегодня кончилось, когда начинают мне звонки, «А где же график гардерирования?» Я два месяца назад дал запрос в специальный Восполком, я уже говорил, получая отписку от чудесного нашего бывшего или будущего руководителя большого ранга, Возгидан Дутович Карпетьяна, начальника дела ЖКХ, где он пишет, что да, составлен график ремонта дорог на этот год, там шесть дорог всего по нашим селам и одна дорога, это Андрея Князева уже полгода начали и бросили, по-моему, сделать его. А вот график гардерирования дорог, смотрите на сайте. Знаете, никто на сайте найти не мог. А почему не валили? А потом нашли, но тоже не график. Это полный, понимаете, кошмар один. Сделали график, что сайдерирование дорог Солнечной долины будет в декабре месяце. Ну, не смешно, да? Вы знаете, я к кому-то не обращался. К одному заму, к второму заму, кто курирует ЖКХ, понимаете, коммунхоз. Дальше обращался к депутатам, к тому же сайте опеку, понимаете. И, знаете, и Дейнек обойтелся. Вот единственный человек, который, вы знаете, приятно общаться с женщиной, человек ответственный, понимаете, который, вот, ну, приятно с ней работать. Прошло три недели, никакой реакции ниоткуда. Кому хвост искал этот график три недели. Когда он шел, сам удивился, что за график смех один, понимаете. И вот, когда я обратился уже к Даре Павловне, она честно сказала, да, разобрай эти вещи. Конечно, мы говорим про выборы, это не график, это полное, знаете, какое-то, знаете, унижение наших людей. И об этом решили собрать информацию у главы посреди по очередности и сформировать, ну, нормальный график. Сколько месяца они будут формировать? Я думаю, что доформируют до 8 сентября, потом скажут, да не, мы хорошие, это виновата Украина. Вот я не хотел бы, товарищи. Спасите свой авторитет, и уж заставьте своих представителей в селах поработать, молодые ребята, понимаете. Задор энергии, у них что-то мало. В течение недели, там, 10 дней должно все это сформировано быть. А по поводу в газете, и на сайте, а в газете обязательно. И там вывешено во всех селах наших, и так далее, эти объявления, там, где администрация, чтобы люди могли знать, когда будет счастье, приедет к ним, значит, грейдер, приедет техника, подсыпет дороги, там, где они, значит, смыты. Возьмут, обочину сделают, или внестоки, понимаете. Вот это, пожалуйста, я очень прошу, сделайте, покажите, на что вы способны. Администрация, партия власти, то, что требует от Саксёна, уже полгода требует, а вы его не слышите, вы его не уважаете. Вы думаете, что успеете соскочить в сентябре месяце, и будете все безнаказанно. Но вы же на Лунию полетите, вам же дальше где-то работать. Вам нужны авторитеты, понимаете. Не теряйте остатки авторитета. Очень прошу вас. Спасибо за внимание.